Девушки отдыхают 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 начал менять ситуацию в субъекте с точки зрения устойчивости по обеспечению продукции сельского хозяйства. 62 миллиарда рублей принесли аграрии Приангария в 2018 году. Было введено 67 тысяч гектаров земель под сельхозугодие. Фермерские хозяйства произвели около 48% зерна. Численность крупного рогатого скота с 2010 года увеличилась более чем в два раза и сегодня составляет 52 тысячи голов. Также более чем в дважды увеличился объем выпускаемой молочной продукции. Выделено 529 грантовых поддержек на развитие сельских кооперативов, молочных и животноводческих ферм. Одной из главных задач остается выход на несырьевой экспорт. Первое, мы должны производить то, что сегодня востребовано на внутреннем и внешнем рынке. Мы должны ориентироваться в том числе и на экспорт, поскольку без этого невозможно сдвинуть спрос в регионе. А соответственно, если не будет спроса, эта продукция будет невостребована и цена на нее будет низкая. Поэтому как раз это решение вопросов экспорта в том числе так или иначе будет влиять на формирование цены сельского продукции и готовой продукции в регионе. При серьезных увеличениях объема главным остается поддержка качества продукции на конкурентноспособном уровне. Сегодня был избран совет некоммерческого партнерства фермеров при Ангаре, куда вошли 22 представителя муниципальных образований Иркутской области. Председателем совета переизбрали фермера от Иркутского района Дмитрия Худакова. Мы здесь много советом принимаем решений, но они плохо доходят до фермеров и тех, кто на местах. Поэтому вот это будет основным нашим направлением работы и создание ассоциаций. Фермеров уже много, активных много, много молодежи появилось активной. Финансирование грантовой поддержки на развитие сельхозпредприятий Иркутской области за 6 лет составило 1,7 миллиарда рублей. На территории региона действуют 4 целевых программы, в том числе поддержка начинающих фермеров. Третий год подряд проходит субсидирование материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. И это только начало. Предполагается еще увеличить поддержку сферы, что, несомненно, даст благоприятный положительный экономический эффект. Олег Федоров, Александр Барановский. Новости сейчас. Новости сейчас. Телефонного хулиганства ведется проверка. Стали известны причины пожаров в двух школах Иркутской области. Так, в селе Верхний Кукут и Хиридбалагатского района трагедия произошла из-за нарушения правил пожарной безопасности и печного отопления. Сотрудник школы, который отвечал за обогрев помещения, допустил перекаливание печи, оставил ее без присмотра, в результате чего загорелся потолок. В поселке Алексеевск Киринского района также были нарушены требования пожарной безопасности. Здесь люди пытались отогреть замерзшую систему отопления с помощью паяльной лампы, которая была обнаружена в подвальном помещении. Предположительно, искры попали в пустоты перекрытия, по ним огонь распространился. В считанные минуты к таким выводам пришли специалисты регионального МЧС по результатам обследования мест пожаров. Задача руководителям учреждений в ежедневном режиме обеспечить контроль за состоянием средств пожарной автоматики на объектах, систем противопожарной защиты и обеспечения пожарной безопасности внутри зданий. Земельными участками вдоль Байкальского тракта, которые находились в бессрочном пользовании Иркутской государственной сельскохозяйственной академии. В результате бюджета Российской Федерации причинен ущерб в размере более 550 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области. Объем материалов уголовного дела составил 225 томов. В ходе следствия допрошено в качестве свидетелей более тысячи человек. Проведено более 50 различных судебных экспертиз. Недоступный подарок пенсионеры из Иркутска не могут забрать положенные по закону дрова для отопления дома. Слишком тяжела оказалась ноша не только в физическом, но и в материальном плане. О трудностях, с которыми сталкиваются жители при печном отоплении домов, расскажет Екатерина Невшкина. Рядом вьется, а в руки не дается. Да и слово рядом здесь довольно относительно. Положенные дрова для печного отопления, так называемые лесобилеты, двум пенсионерам выдали в виде 800 гектара растущего леса в 75 километрах от Иркутска за селом Айок. Смотришь на все, на эту писанину, на эти бумаги, да, и вроде как бы и все и правильно, да. А с другой стороны далеко не правильно, потому что ты на пенсии незащищенный, ну нет никаких средств, никакой силы вот для этого, чтобы это спилить, вывезти. И понимаете, получается вот так вот. Ты незащищенный пенсионер просто-напросто. Всю жизнь муж и жена прожили в городской квартире, а после пенсии решили завести свой домик и огород. Квартиру оставили детям, а сами переехали в деревенский дом. Первая зима стала для них сезоном открытий. Чтобы доставить в город 25 кубометров леса, нужно как минимум полтора лесовоза. А ведь кто-то еще должен валить этот лес. И все это не бесплатно. Вот и выходит, что на пенсию в 8800 рублей пенсионеры купили машину дров на 8,5 тысяч. Раз, два, три, четыре. На участке площадью 0,08 гектара, это примерно 80 на 80 метров, может находиться около 20 деревьев. Самостоятельно свалить, очистить, отвезти в город, а затем еще убрать за собой весь участок, наверняка под силу небольшой команде лесорубов, опытных в этом деле. Конечно, Дариному коню в зубы не смотрят, но вот что с таким подарком делать двум пенсионерам, непонятно. Ежедневно на прием в профильное министерство приходят люди, которые также не могут самостоятельно осилить подобную работу. Сегодня решения у этой проблемы нет. Но столкнувшись с ней, специалисты со своей стороны решили принять меры. Сейчас в региональном парламенте на рассмотрении находится законопроект, который должен будет урегулировать этот вопрос. Данный законопроект предусматривает предоставление гражданам пиломатериалов и дров в виде натуральной формы на территории лесхоза. В территории лесхоза заготовят, привезут, им только придется забрать. Если в декабре его рассмотрят, то, конечно, мы начнем работать сразу с 1 января. Но для этого еще надо в этом году его принять. В случае принятия законопроекта у человека будет два варианта. Первый – принять лесные насаждения. Второй – получить готовые дрова или пиломатериалы на территории ближайшего лесхоза. Екатерина Нерушкина, Константин Синицын. Новости сейчас. И теперь о темах, которые ждут вас во второй части выпуска. Продажи с колес в качестве рекламной площади. Одна из троефирм города выбрала автоприцеп. Чем смутила и иркутян, и антимонопольную осылку. Больше никаких перебоев с электричеством. В Шелиховском районе введена в эксплуатацию новая подстанция. Теперь жить люди смогут на полную мощность. Письмо из Хогвартса не принесла, зато принесла уважение. В областном центре спасли сову, длиннохвостая низ и теперь живет в зоопарке. С кем делит клетку, расскажем совсем скоро. Не переключайтесь. Это новости сейчас. Мы работаем в прямом эфире и продолжаем выпуск. Дважды инсценировали угон собственной машины и сами же получили за это статью. В Иркутске предъявили обвинение участникам организованной группы, занимавшимся мошенничеством в области автострахования. По данным следствия, двое мужчин, организатор и исполнитель, сначала инсценировали угон Тойота RAV4 с парковки одного из торговых центров и получили за это показка полтора миллиона рублей. Потом ее же угнали от другого крупного магазина, а параллельно с этим инсценировали угон Тойоты. Но за это от страховой деньги получить уже не удалось. Их задержали оперативники. Теперь оба мужчина под стражей и знакомятся с материалами своего уголовного дела. Оно, кстати, возбуждено сразу по двум статьям. Полицейские отмечают такое мошенничество. Организованная группа элитс расследована и передана в суд в Иркутске впервые. Их рекламируют, они даже не знают. Или делают вид, что не знают. Специалисты регионального управления антимонопольной службы приступили к рассмотрению необычного дела. По Иркутску курсируют грузовой прицеп, обтянутый баннером с рекламой финансово-строительной компании. Почему предполагаемый заказчик утверждает, что он не в курсе такого способа продвижения своих услуг, разбиралась наша съемочная группа. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Девушка, я увидела вот вашу рекламу. Квартиры от миллиона 179 тысяч рублей. Есть у вас сейчас такие? Есть, так же как и факт незаконного размещения рекламы от финансово-строительной компании. Жители Иркутска подали заявление в управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой разобраться, почему автоприцепы с рекламой занимают парковочные места в разных частях города. Законодательно это запрещено. Вы знаете, что такая реклама распространяется в городе? Мы размещаем рекламу на других объектах, которые согласованы и заключены договорами с компанией, с определенными. Так. Конкретно с данным гражданином мы в отношениях не состоим. Вы определение наше когда получили распространение вот этой рекламы? Специалисты антимонопольной службы пригласили для выяснения деталей этого дела представителей компании. Месяц назад им было отправлено официальное письмо, которое осталось без ответа. А вот рекламные прицепы продолжали появляться в разных частях города. За это время эксперты установили, владельцем транспортных средств является гражданин Иркутска. А вот сами они зарегистрированы в Красноярске. Их хозяин утверждает, что купил их для свободного пользования и просто решил накрыть и иметь свое транспортное средство. Представители же жилого комплекса отрицают свою причастность к баннерам. Есть доказательства, которые подтверждают это то, что фактически транспортное средство используется именно как рекламная конструкция. Соответственно, нарушается закон о рекламе. Дальше мы сейчас соберем дополнительные вот эти сведения, привлекли лиц, которые, по нашему мнению, причастны к распространению этой рекламы. И, соответственно, будем решать все-таки, кто непосредственно виноват в распространении этой рекламы. Слушание дела перенесено на конец декабря. За это время специалисты планируют пообщаться с владельцем прицепов и пригласить его на следующую встречу, чтобы установить, кто все-таки нарушил законодательство о рекламе. Николай Текалов, Сергей Полянский. Новости сейчас. Станет светлее и теплее в селе Введенщина Шелиховского района запущена в работу новая подстанция. Предполагается, что перебоев с подачей электроэнергии в населенном пункте не будет. Мощности объекта хватит не только на уже имеющиеся социальные объекты, но и на те, что могут появиться в перспективе. Поселок Введенщина в Шелиховском районе расположен в живописном месте на берегу Иркута. Сегодня здесь проживает полторы тысячи человек. Раньше населенный пункт снабжался электричеством от подстанций, расположенной в соседнем селе Баклаши. Но близость к областному центру, 33 километра, привлекает сюда все большее количество жителей. Здесь идет активная застройка территории. И чтобы предотвратить нехватку электричества в населенном пункте, было принято решение о реконструкции пункта питания в Баклашах и строительстве новой подстанции специально для Введенщины. На данной подстанции установлены два трансформатора мощностью 6,3 мегавольт ампера. Значит, ближайшие пять лет активного роста данная подстанция точно покроет. Жители района могут быть уверены, что проблем с электроснабжением в поселке Введенщина не возникнет. Подстанция была запущена в 2018 году. Она оснащена самым современным оборудованием. Пункт питания проектировался и строился таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность при обслуживании и эксплуатации. Оборудование закрытого типа позволило построить подстанцию в очень короткие строки. Замеряем напряжение по первой секции шин по 10 кВт. Значит, межфазное напряжение от СБЦАБ и линейное напряжение. Фазы А, Б и С. Напряжение в норме. Напряжение в норме, поступление электроэнергии стабильное и без перебоев. Сибирские морозы не страшны для жителей Введенщины. Хотя многие сельчан имеют печное отопление и им есть чем подстраховаться, в ближайшие годы никаких проблем с электричеством не ожидается благодаря новой подстанции закрытого типа. Подстанция закрытого типа предусматривает отсутствие воздушных линий электропередач. Вместо них здесь кабельные спуски, по которым ток под землей сначала поступает в распределительное устройство, а затем уже в дома к жителям поселка. Екатерина Нерушкина, Сергей Полянский. Новости сейчас. Долетала щерепно-мозговой травма. И в сибирский зоопарк доставили длиннохвосту неисыть. Это птица из семейства сов. Сейчас она идет на поправку и даже подружилась с другими обитателями. Как дикая птица оказалась в центре Иркутска? Расскажем в нашем следующем материале. Это лесная красавица. Большую часть суток сладко спит. Так она восстанавливается после полученной черепно-мозговой травмы при неудачном перелете. Подбитую птицу на одном из деревьев по улице Трудовая в Иркутске заметил Александр Скоробогатов. Оставить в беде пернатую гостью мужчина не смог. Ну, во-первых, потому что я люблю животных. Во-вторых, потому что люди слишком высоко ставят себя над животными. И нам просто повезло, что мы эволюционировали и стали людьми. Во-вторых, я звонил во все службы. Сейчас за птицей семейства Савиных присматривают сотрудники сибирского зоопарка. Поясняют, во время морозов дикие пернатые прилетают в город в поиски еды и тепла. Поэтому врезаются в окна жилых домов, из-за чего и получают травмы. В таких случаях птице может помочь только человек. Моральную поддержку последней такой потерпевшей оказывает также засед Букля. Они быстро нашли общий язык. Черепно-мозговая травма, то есть она была дезориентирована, плохой аппетит. Ну, то есть она не ела ничего, у нее стресс был, все равно. То есть сейчас она уже пошла на поправку. Взаимоотношения отлично. У нас, это у нас девочку принесли, а у нас все-таки мальчик. И, то есть они подружились, они прям сидят на ветке, целуются клювами. Как бы взаимопонимания не нашли. Чтобы она стала полноценным членом семьи, ей решено придумать имя. Свой вариант могут предложить все желающие в социальных сетях. Уже есть более ста предложений. Среди оригинальных – Церцея, Афина, Жужа, Барбариска. Выбор непростой. Но самое главное, чтобы птица полностью оправилась от травмы и вновь расправила крылья. Анастасия Куренова, Сергей Полянский. Новости сейчас. Полина Антипина из Иркутска взяла четыре медали в финале Кубка России по плаванию. Среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата наша спортсменка стала обладательницей трех серебряных медалей, которые выиграла на дистанциях 100 метров на спине и брасом. 200 метров комплексным плаванием бронзовая медаль у Полины на 100-метровой дистанции вольным стилем. Соревнования прошли с 3 по 5 декабря. В Раменском, в Московской области, в них приняли участие 200 пловцов из 35 субъектов Российской Федерации. И по традиции каждую пятницу рубрика «Продообзор». Сегодня мы изучили цены на свежемороженую рыбу в крупных торговых сетях Иркутска. Где самое выгодное предложение, узнаете прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин У меня к этому часу вся информация. Далее прогноз погоды. Оставайтесь на АСТе. Хороших вам выходных.